МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Угодили в финансовую яму. Дебиторская задолженность МУП Центра ЖКХ 430 миллионов рублей. Все для маленьких пациентов. Обновленный холл детской поликлиники открыли после ремонта. Самый добрый календарь завершился в топроект приюта для безнадзорных животных, зато верный друг. Подробности далее. Вот одна платежка 944 731 миллиона. Одна 1 миллион 036. Что это за платежки? Это в ящике получают должники. Совершенно верно, да. Такие цифры в коммунальных платежках могут шокировать. По словам Николая Шестопалова, злостных неплательщиков, чьи задолженности насчитывают сотни тысяч рублей, у МУП Центра ЖКХ не единицы и даже не десятки. Общая сумма невозвратных долгов – порядка 88 миллионов рублей. Всего же дебиторская задолженность предприятия перевалила за 430 миллионов. Я к чему сейчас вот эти все цифры привожу? Чтобы из каждой здесь присутствующих понимал, что вот да, можно посмотреть на наш балансовый отчет, сказать, ребята, вы убыточные и вы вообще не жизнеспособны. Убыточные мы почему? Потому что есть накопленная задолженность предыдущих периодов. И так или иначе приходится реализовывать, так или иначе приходится наводить порядок на предприятии. Когда-то нужно убираться. Это не делается все за 5 минут. Николай Шестопалов рассказал, что юридический отдел на предприятии был создан только весной 2021 года. С того времени идет активная работа по взысканию задолженностей. Какие-то суммы удается возвращать, какие-то Центр ЖКХ вынужден списывать. Из-за этого формируются немалые убытки предприятия. Например, текущий год оно заканчивает с балансом в минус 70 миллионов рублей. Сюда вошли в том числе и траты на содержание старого жилого фонда, и разница между получаемыми коммунальными ресурсами и предоставлением услуг. Есть, например, целые квартала на обслуживание мубцерта ЖКХ, жилых домов, где индивидуальные приборы учета нет возможности поставить. Техническая возможность. В связи с тем, вот сколько там водички вылилось у жителя, столько и вылилось, сколько прошло через общедомовой прибор учета, столько и прошло. Однако же, по 354-му постановлению выставить мы можем жителям только определенную норму, а ресурснику обязаны заплатить по прибору учета. Для таких домов, по словам Николая Шестопалова, в первом квартале следующего года проведут перерасчет. Механизм уже знаком по этому году, когда жители получили перерасчет по теплоснабжению. Такую же схему применят к холодному и горячему водоснабжению, канализации и электричеству. Вместе с тем, Центр ЖКХ просит поднять тариф на содержание общедомового имущества на 9%. Эта строчка в платежке не индексировалась с 2019 года. И эта плановая цифра, она в принципе позволит, если 9%, 3 на 7, 27, да, привлечь где-то порядка 30 миллионов. Это то, что нам действительно в течение года не хватает на индексацию заработной платы, на ГСМ, на закупку механизмов. Это уже просто те расходы, которые вы уже приняли. Естественно, да, мы их приняли, мы их действительно ведем. По мнению Николая Шестопалова, у предприятия есть все шансы выйти из сложившегося тяжелого финансового положения. И Центр ЖКХ вполне готов к приватизации. Но депутаты оптимизма не разделили, отметив, что дебиторская задолженность растет с каждым годом. Они вновь попросили от директора дорожную карту развития предприятия и исключили МУП Центр ЖКХ из прогнозного плана приватизации. Вопрос о повышении тарифа на содержание общедомового имущества пока также остался открытым. Открытая регистратура, удобная навигация, комфортная зона ожидания, обновленное крыльцо, закрытая колясочная и безбарьерная среда для маломобильных граждан. Холл детской поликлиники на Курчатова открылся после ремонта. Это завершающий ПСР-проект этого года, который реализуют совместно ФМБА и Русатом. Но мы не завершаем работу по улучшению доступности и качества медицинской помощи. Координационным центром ФМБА три проекта, реализованные в 2022 году в нашей больнице, были признаны лучшей практикой и рекомендованы для дальнейшего тиражирования в других учреждениях ФМБА. К пилотным городам проекта в следующем году присоединятся и другие города, присутствие госкорпорации Русатом. Но именно Саров стал той территорией, где попробовали реализовать самые лучшие идеи и предложения. В конечном итоге они позволили сделать пребывание пациентов в поликлиниках более комфортным. Новый облик, новая удобная среда позволяет горожанам, самым нашим юным горожанам, не испытывать тех неудобств, лишних стрессов и как-то более спокойно принять свое лечение. Действительно очень радует, что и персонал поликлиники, и наши родители, наши дети теперь будут лечиться в более комфортных условиях. Поэтому всем спасибо за хорошую работу. Изменился не только холл детской поликлиники. Большую работу провели по Центру здоровья детей. Он может теперь принимать больше пациентов. В кабинетах сделали ремонт, а все оборудование полностью обновили. Мы перенесли, главное, что это кабинет стоматологического гигиениста, с третьего этажа, именно в блок Центра здоровья. Теперь не нужно нашим пациентам пересекать, ну, идти, вернее, по тому пути, где идут пересечения потоков с другими. Кто пришел, обратился в поликлинику. И, значит, время прохождения, естественно, обследования в Центре здоровья значительно сократилось. Еще одно новшество, которое внедрили в обоих зданиях детской поликлиники и на Курчатовой и на Октябрьском – оптимизация приема участкового педиатра. Теперь доктор больше внимания может уделить маленькому пациенту. Часть его прежних обязанностей взяли на себя специалисты кабинетов здорового ребенка и внепланового приема. Кабинет здорового ребенка забрал на себя всю консультативную помощь. На базе этого кабинета организованы онлайн-консультации для родителей. То есть сейчас тот период, когда идет повышенная заболеваемость, мамам очень удобно, не приходя в поликлинику, связаться с медсестрой и получить ту информацию, которая ее интересует, ответить на все ее вопросы. Также справки, например, для спортивной секции или лагеря, выдают теперь в доврачебном кабинете. К участковому организовали предварительную запись, а всех внеплановых пациентов, у которых появились признаки ОРВИ, направляют в кабинет внепланового приема. Там фельдшер рассматривает ребенка, дает назначение и записывает на прием к педиатру. Там отдельный вход, там этот кабинет изолирован, там есть свои места ожидания. То есть пациенты, которые приходят к фельдшеру в кабинет внепланового приема, они не пересекаются со здоровьем. На 2023 год в клинической больнице номер 50 запланировали реализацию еще ряда ПСР-проектов. Они будут касаться улучшения реабилитационной, амбулаторной и травматологической помощи и помощи пожилым людям в получении справочной информации. Работа над этими проектами уже началась. Комфортное, безопасное оборудованное пространство для занятий физической культурой появится у учащихся 12-й школы. Работы по реконструкции стадиона уже начались. К первому этапу приступила компания «Монолит-сервис». В этом году планируется только вырубка кустарника, а также планировка поверхности для будущих плоскостных сооружений. Второй этап работ начнется уже в теплый период времени. Все работы по реконструкции к капитальному ремонту планируется завершить к началу нового учебного года. В ближайшем будущем надеемся увидеть на нашем стадионе волейбольную и баскетбольную площадку, футбольное поле, беговые дорожки, малые архитектурные формы, которые помогут ребятам в накачивании мышц. Также стадион планируют оснастить системой освещения и видеонаблюдения. Это не первый объект, который реконструируют по программе обновления школьных стадионов. В прошлом году завершили работы на стадионе 7-й школы. Ранее под действие программы попал стадион 16-й школы. Сейчас спорт – это норма жизни. Здоровый человек, сильный человек – это счастливый человек. И я думаю, наши дети обязательно будут счастливыми, потому что у них будет такой красивый, новый, современный стадион. Рак органов брюшной полости занимает третье место среди всех злокачественных новообразований. Раньше этот диагноз считался приговором. Но сейчас даже пациенты с четвертой и последней стадией успешно проходят лечение. С 2020 года клиническая больница номер 50 активно взаимодействует с Приволжским окружным медицинским центром ФМБА России и организует в том числе консультативные приемы для саровчан. Мы проконсультировали сегодня 46 больных онкологического профиля по разным направлениям. И я надеюсь, что помогли местным докторам выбрать правильную тактику лечения. Непосредственно у меня на премию было 16 человек. Из них двое пациентов приедут в Приволжский федеральный медицинский центр для восстановительной операции. Еще четверо пациентов будут у нас обследованы и консультированы для дальнейшей мошутизации. Но остальные пациенты у них все ровно. И лечение назначено правильно. И замечаний никаких не было. Несмотря на плотное расписание, врачи-онкологи Дмитрий Комаров, Сергей Васенин и Николай Бобров проконсультировали пациентов в тяжелом состоянии в реанимационном отделении КБ номер 50. На онкологическом консилиуме в поликлинике номер один специалисты ПОМС МФМБА России принимали как саровчан, которых они уже наблюдают, так и тех, кто обратился к ним впервые. Данный визит позволил мне получить информацию по поводу моего заболевания и возможности его излечения, так как я считаю себя не онкобольным, а онковыздоравливающим. Я считаю, что благодаря нашей медицине я, например, борюсь с онкологией седьмой год и чувствую себя живым человеком. В рамках визита врачи-онкологи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России провели семинар для сотрудников клинической больницы. Они рассказали также о том, что с 1 декабря на базе ПОМС ФМБА России начал работать онкологический консилиум, на котором специалисты определяют тактику лечения пациента. В Нижнем Новгороде онкобольные могут пройти все необходимые обследования, химиотерапию и хирургическое лечение, а при необходимости лучевой терапии получить направление в Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Анализируя результаты медицинской помощи, мы понимаем, что вот здесь, на территории Нижегородской области, в стенах Приволжского окружного медицинского центра, наши пациенты получают грамотную, качественную медицинскую помощь, специализированную, федерального уровня. В рамках взаимодействия двух медучреждений в Саров запланированы визиты и других специалистов Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Хорошо ли вы ориентируетесь в финансовых вопросах? Легко ли сможете защититься от мошенников и сберечь личную информацию в интернете? Проверить себя саровчанам предлагает Банк России. Совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 1 декабря он проводит онлайн-зачет по финансовой грамотности. В самом зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, у кого есть опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам. Онлайн-зачет проводится уже пятый раз. И каждый год он содержит финансовые темы, интересная аудитория, либо вызывающие у людей наибольшие сложности. Всякий раз мы добавляем в зачет что-то новое. И в этом году в него включены задания для младших школьников. Вопросы помогут узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно делать покупки в магазине, ну и многое другое. Помимо личного зачета в этом году можно пройти и семейный зачет. Личный зачет займет не более получаса. А на то, чтобы пройти тест всей семьей, потребуется около часа. Количество попыток не ограничено. Успешно сдавшим зачет выдадут именной сертификат. Все участники получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях. Подробности можно найти на сайте проекта finzachet.ru Мы не аферисты и не требуем от вас никаких личных данных. Только установите на ваш смартфон одно приложение. Такие звонки зачастую поступают россиянам. Поводы для звонка могут быть разными. Вам предложат работу или на связь выйдут якобы сотрудники службы безопасности банка. Жертва не видит подвоха и устанавливает безобидный мессенджер, подключается к конференции по ссылке. В ходе беседы аферист как бы между делом просит включить демонстрацию экрана. Ловушка захлопнулась. Теперь все, что вы делаете в телефоне, видит и злоумышленник. Мошенники на своем устройстве видят все те действия, которые происходят на экране у потерпевшего. И гражданину присылают им смс-сообщение с целью перевода денежных средств на другие счета. Гражданин ничего не подозревает, демонстрирует им свой экран телефона. И они переносят информацию на свои устройства. Соответственно, с банковского счета гражданина списываются денежные средства. С каждым годом мошенники изобретают новые схемы обмана, а также дорабатывают старые. Чаще всего звонят под видом сотрудников банка, их службы безопасности и даже правоохранителей. Главный инструмент телефонных манипуляторов – страх человека потерять деньги. На нем они играют, уверяя жертву, что их финансы в опасности, и им срочно нужно их спасать, переведя на безопасные счета. Важно помнить, не существует безопасных счетов, и банк никогда не станет звонить с такой просьбой. Если вам позвонили, представили с работниками банка, службы безопасности, поддержки, кем угодно, убедительная просьба не вступать в разговор, просто положить трубку – это будет самое нормальное решение в этой ситуации. Если, соответственно, гражданин вступает в разговор с этими мошенниками, они найдут тысячи причин для того, чтобы продолжить разговор и выведать у гражданина информацию о его банковском счете. Наткнуться на аферистов можно и во время интернет-покупок. Зачастую они могут присылать ссылки, которые ведут на сторонние ресурсы. В итоге получают персональные данные и номер карты покупателя. Либо банально берут стопроцентную предоплату, но товар не отправляют. Так Сыровчанин пытался купить колеса на авто через соцсети. Соответственно, перевел стопроцентную предоплату. Ему выслали якобы трек-номер транспортной компании, по которой можно следить движение его имущества. Соответственно, этот трек-номер ни в какой транспортной компании не бился. То есть, такого не существует. Потом его удалили из этой группы. И, соответственно, гражданин лишился 50 тысяч рублей. Ни колес, ни денежных средств. С каждым годом таких случаев все больше. За 10 месяцев этого года число выросло на 33% по сравнению с предыдущим. А раскрываемость составила чуть меньше 20%. Как правило, полиция раскрывает каждое шестое такое преступление. Как удержать свое дело на плаву в период пандемии и других форс-мажорных обстоятельств? Сложно ли быть бизнесменом? Как справляться с ответственностью? В школе «Лидер» поговорили о бизнесе. Собрание в Центре поддержки предпринимательства провели в формате диалога. Старшеклассники могли задать спикерам все волнующие их вопросы по этой сфере. Не обошлось и без небольших напутствий. Хочется сказать, но даже не сказать, а пожелать вам вообще ничего не бояться. Вот прям отпустить все советы, все, не знаю, нравоучения. И только слушать себя. Вот хотите – делайте. Не получится. В роли экспертов выступили предприниматели с разным опытом работы. У каждого своя история и путь к успеху. Вероника Брычкова 10 лет назад решила дарить людям радость и положительные эмоции, организовывая праздники. Лидию Широкову знают многие сыровчанки, которые следят за модой и трепетно ухаживают за ногтями. Никита Вишняков начал работать до того, как закончил школу, занимался созданием сайтов, получил высшее образование по IT-профилю в Саровском физтехе и ушел в свободное плавание. Пытался сам этим заниматься, я разобрался, что это и как, но понял, что мне это не особо интересно, но в плане работы, то есть меня это не увлекает. Соответственно, я начал искать партнеров, все это уже на форумах и начал брать заказы на полноценную разработку сайта, делегировал там часть работы, ну и потихонечку как-то на это разворачивался. Союз старшеклассников «Статус» каждый месяц проводит занятия в рамках традиционного проекта «Школа-лидер». В начале учебного года ребята разработали свой план встреч, утвердили темы и даты. А сейчас активно принимают участие в дискуссиях, тренируют различные навыки. Здесь юные сыровчане узнают тонкости разных сфер и профессий, решают для себя, что им ближе, а в каком направлении не видят себя в будущее. В школе «Лидер» я недавно, три месяца, мне очень нравится, так как это активность, это участие в какой-то жизни города, в мероприятиях города, и это новые связи, новые возможности. Я вне относительно недавно, ну для меня это какие-то новые эмоции, знакомства, новые мероприятия, незнакомые для меня, ну мне интересна эта тема. До конца года состоится еще одно занятие в школе «Лидер». 21 декабря пройдет встреча на тему «Кондитерское дело дома». Девочка в мордовском национальном костюме рядом с мальчиком в военной форме. Образ Саровского монастыря и ученых-ядерщиков. Такие варианты знаков, характеризующих самобытность Сарова, представили участники акции «Мой город, здесь начинается Россия». На базе Дворца детского творчества прошел муниципальный этап акции в рамках проекта «Школа Росатома». Конкурс на лучший знак города впервые прошел в Сарове. Участниками стали школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. От Сарова заявились 33 команды. Это самое большое количество среди всех городов-участников. Все из нас с вами практически родились в Сарове. И, конечно, это наши с вами колыбель. Это тот город, будущее которого определять будете именно вы. Уже буквально через 10-15 лет именно от вас будет зависеть, каким будет наш город. И то, что сегодня вы делаете первый вклад, первый шаг в это направление, это просто прекрасно. Какие образы нашего города олицетворяют Россию для подрастающего поколения саровчан, об этом поразмышляли участники акции. Каждая команда создала свой уникальный эскиз знака, в котором соединились наиболее значимые и отличительные образы Сарова. Всего за три минуты ребятам предстояло объяснить свой эскиз и обосновать, почему этот знак можно установить как городской объект. На изображениях эскизов часто встречались образы медведя, оленя, бомбы, РДС-1, атома, колокольни и преподобного Серафима Саровского. На суд экспертной комиссии представили знаки и с совершенно неожиданными символами города. Были, конечно, очень оригинальные, свежие идеи, как то, Саров Саварина и Сталик России впервые, как то вот эту идею увидела в таком представлении. Да, и то, что Саров – это центр детского генерского движения, то, что такая идея звучала очень неожиданно, да, как идея, которая должна поддерживать особенность Сарова. Ребята рассказывали не просто о смысле образов своего знака, но и обращали внимание на цветовую символику. Некоторые команды подошли к представлению работы креативно и включили в свое выступление чтение стихотворения, мини-сценки или музыкальную композицию. По итогам муниципального этапа акции «Мой город. Здесь начинается Россия» победила команда школы номер пять. Кроме того, были отмечены еще несколько команд за лучшую идею, отличное обоснование и качественную прорисовку эскиза знака. Торжественная церемония вручения сертификатов и дипломов состоится после 20 декабря. Теперь работу команды пятой школы оценит экспертная комиссия проекта «Школа Росатома», которая определит победителей по номинациям. Лидеры акции будут защищать честь своих городов на финале в Москве в конце декабря. Участие городского совета ветеранов в фестивале солдатской песни «Виват Россия» стало доброй традицией. В этот раз со сцены прозвучали песни «Журавли» и «Россия жива» в исполнении ансамбля «Ивушки» ветеранов шестого микрорайона. Каждую композицию коллектив сопроводил стихотворениями о родине и войне. По ансамблям много песен посвященных именно Великой Отечественной войне. Но вот эта песня, она нам нравится как-то больше по душе. И мы ее часто берем для исполнения. А другая песня, мы ее вообще очень любим, «Россия жива», потому что она соответствует нашему времени. 21-й городской фестиваль солдатской песни «Виват Россия» посвятили Дню неизвестного солдата, 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также столетию пионерии. Всего прозвучало 20 песен в исполнении солистов, дуэтов, трио и ансамблей. По традиции фестиваль собрал на одной сцене творческие коллективы, молодых исполнителей и учащихся в вокальных объединениях учреждений города. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Патриотические, трогательные, пронзительные, эмоциональные песни фестиваля были разными. Ни одна из них не оставляла зал равнодушным. Помимо музыкальных композиций, на концерте прозвучали солдатские письма о войне и стихотворения в исполнении ребят. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. На сцене фестиваля «Виват Россия» выступили и семейные дуэты. В празднике песни приняли участие ветераны труда и военнослужащие Саровской дивизии Росгвардии, а также юноармейцы и военно-патриотические клубы. Юноармейцы задействованы в рамках данного мероприятия больше в группе поддержки. То есть подрастающее поколение пришло посмотреть, послушать песни, посмотреть на ветеранов, посмотреть на своих одноклассников, на своих сокомандников, если с кем они занимаются, и зарядиться патриотическим настроением на долгие-долгие годы вперед. После концерта прошло награждение лауреатов фестиваля и вручение памятных призов. Новогодних персонажей бесчисленное множество в разных народах и культурах. Бесспорно, один из любимых сказочных героев детей и взрослых – щелкунчик. Простая деревянная игрушка стала известной благодаря сказке Эрнста Гоффмана, но появилась она гораздо раньше, более 300 лет назад. С тех пор щелкунчик из обычного чурбачка для колки орехов превратился в настоящее произведение искусства. Музей этих фигурок есть в родной для щелкунчика Германии, а в декабре выставка, посвященная герою, открылась и в Сарое, в Музее народной игрушки. В ней представлены экспонаты из частной коллекции Натальи Рыбиной. Я, поскольку увлекаюсь посткроссингом, посткроссинг – это обмен открытками, и познакомилась с девушкой из Рики, и как-то ее так вдохновила моя вот эта вот любовь к щелкунчикам. Она просто взяла мой адрес, поскольку, ну, сначала отправляла открытки, и прислала мне в коробочке настоящего щелкунчика деревянного, и это был вот мой первый экспонат. Та посылка положила начало большой коллекции. Пять лет Наталья собирала щелкунчиков. Сегодня в ее коллекции около двухсот экспонатов. Это и фигурки, открытки со сказочным героем, и книги. Приехали они из разных мест. Сложно собирать, пополнять коллекцию. Казалось бы, такой распространенный персонаж, там, да, кто-то зайчиков собирает, можно там тысячи экземпляров зайчиков найти, котиков, там, собачек. Щелкунчиков крайне мало, они в основном, ну, как бы, популярны в скандинавских странах, Германии, Европе, а туда дальше уже никуда не пошло. Но, вот, поверьте, нет ничего красивее нашего русского расписного щелкунчика. Никакие Эстонии, Германии или Австрии не сравнятся с нашими расписными. Выставка «Красавчик-щелкунчик» в Музее народной игрушки продлится до 15 января. Без возрастных ограничений. Телефон для справок 6-64-94. 1825 раз приют «Мордом» говорит спасибо. Именно столько неравнодушных к проблемам бездомных животных людей отдали свой голос за Саровский проект. В итоге «Мордом» второй раз подряд стал лучшим социальным проектом Нижегородской области. Экспертная комиссия, она выдавала грамоту, а голосование общественности как раз-таки вручалось денежный приз. Мы с самого первого дня лидировали. То есть, среди 21 проекта 40% голосов были наши. Прямо с самого начала. И мы прям стойко держали вот эту планку. Мы гордимся тем доверием, которое нам оказали люди с поддержкой. Это значит, что мы действуем все правильно и двигаемся в нужном направлении. Секрет успеха «Мордома» в его открытости. Приют существует чуть больше года, но за это время о его существовании узнало большинство жителей города. Социальная реклама в СМИ, организация сборов помощи, проведение экскурсий для всех желающих познакомиться с пушистыми обитателями приюта и, наконец, школа волонтера. За это время у нас побывало не менее тысячи детей вместе с родителями и все жители нашего города. То есть, мы совершенно ничего не скрывая, приглашали всех, приходите, смотрите. На школу юного волонтера мы учили детей общаться с животными. Собственно, это приносило свои плоды, насколько известно, как дети помогали животным на улице, немного узнали за это все время. Плюс нам помогали. Мы приучали к труду. Усилия и идеи волонтеров «Мордома» раз за разом находят поддержку в различных грантовых конкурсах. Новая победа в конкурсе на лучший социальный проект года принесла ему финансирование в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги направят на лечение и содержание подопечных приюта. Сегодня их более 200. На этом инициатива «Мордома» не заканчивается. По предложению волонтера Анны Авдеевой, приют будет принимать на бесплатную передержку кошек, мобилизованных горожан. Мы окажем всю помощь, в том числе и чтобы лечить какие-либо обработки. Если животное полностью здорово, то это от глистов, вакцинации различные. Если животное какое-то заболевание, то обследование какое-то. Все равно, чтобы было, чтобы животное не вот просто сидело и все. То есть, как наш любой подопечный. Подробности в группе «Мордома» ВКонтакте. Телефон для связи. Плюс семь девятьсот восемь. Семьсот шестьдесят два. Ноль девять пятьдесят один. К съемкам для этого календаря животных готовили профессиональные грумеры. Мыли, стригли, причесывали. Потом хвостатые звезды позировали в студии перед фотографами. Поэтому традиционный календарь благотворительной организации «Зато верный друг» получился ярким, стильным и красивым. Он станет отличным подарком друзьям, знакомым и коллегам. А приобретая его, вы вместе с этим сделаете подарок еще и пушистым обитателям Саровского приемника. Стоимость календаря тысячи рублей. Все средства от продаж идут на содержание и лечение животных, которые находятся под нашей опекой. Сейчас, на данный момент, их более 150 животных. На содержание животных ежемесячно требуется порядка 70 тысяч рублей. И это без учета так называемых тяжелых случаев, когда кошку и собаку необходимо лечить и восстанавливать после истощения на улице или жестокого обращения хозяина-живодера. Сумму удается собирать благодаря отзывчивости сыровчан. И зимой такая помощь особенно необходима. Когда наступает холода, животных становится просто огромное количество. Если летом они могут как-то еще выживать на огородах, во дворах и так далее, зима – это катастрофический период для животных. И по статистике выживает не больше 20% животных, которые остаются на улице. Особенно не просто зимой котятам и щенкам. Волонтеры по возможности забирают их с улиц в приемник или на передержку. Спасти жизни животных можете и вы, приютив одного из них или сделав пожертвование в благотворительную организацию «Зато верный друг». Теперь, когда в продажу поступил красочный календарь на следующий год, сделать это еще проще и приятнее. Хочу сказать большое спасибо всем, кто участвовал в создании этого календаря, фотографам, грумерам, тем, кто верстал этот календарь, тем, кто его печатал. Работа была добровольная и абсолютно бесплатная. В создание этого календаря люди вложили свое время, свой труд. Приобрести календарь можно через волонтеров организации «Зато верный друг», а также в точках продажи. Все адреса и телефоны есть в группе «Зато верный друг» ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова